На связи военный эксперт Сергей Грабский. Обсудим, в общем-то, и последние новости, собственно. И даже хотелось бы, Сергей, здравствуйте, начать, наверное, наш разговор с того, что то, что Кличко обратился к украинцам с призывом поддерживать столицу. Это говорит о чем? О том, что сейчас нехватка военных кадров наступила? Нет, ни в коем случае. Доброе ранец, Беларусь. Ни в коем случае, я бы сказал даже больше, я имел честь общаться со своими коллегами, которые сейчас находятся в Киеве. То есть людей, желающих воевать, очень много. А те, что возвращаются, те, кого Кличко попросил вернуться, мы же понимаем, что борьба предстоит длительная, и каждому найдется место в строю по защите Украины. Вот, кстати, о том, что борьба предстоит длительная, тоже хотел бы вас спросить. Как вы оцениваете сейчас ситуацию на фронте? Насколько она затянулась и насколько еще может продлиться? Ну, вы знаете, говорить, что она затянулась, не приходится, потому что мы говорим о цикличности этого процесса. То есть сейчас все понимают, что мы приближаемся к состоянию, когда оккупанты не могут наступать, они практически остановились и в некоторых местах уже отходят. Украина сейчас только концентрирует силы и наносит такие сосредоточенные удары, заставляя оккупантов откатываться. Они нигде в течение прошедших суток не достигли никакого прогресса. И сейчас наступает такое время, японские войска, которые вытягиваются к резерву и переходят в контрнаступление. Но мы прекрасно понимаем, что даже заявляя о 400 сожженных танков, мы всегда помним, что в России их более 15 тысяч. То есть война имеет тенденцию к затягиванию, она может перейти в более такую спокойную фазу, если можно это сказать, такой вялотекущий конфликт с частичными обострениями, с проходами, наступлениями, отходами. То есть мы переходим к такой затяжной войне, потому что мы понимаем, с кем мы имеем дело и какие ресурсы напротивостоят. Вы назвали цифру 15 тысяч танков, если не ошибаюсь. А почему, на ваш взгляд, Россия не подтягивает больше ресурсов, чем могла бы подтянуть? Дело в том, что 15 тысяч – это общее количество танков, которые заявлено. Но сколько из них боеготовых – это уже другой вопрос. Затем нужно понимать, что это количество вооружений, боевой техники, оно, ну как бы сказать, извините за эфир, размазано по всей территории России, и ее надо подтягивать. И скажу всегда, мое замечание, что логистика никогда не была сильной стороной российской армии. То есть для того, чтобы им подтянуть эти ресурсы, потребуется колоссальное напряжение сил и средств, не связанное с Министерством обороны. И здесь как раз играют на руку санкции. Санкции, которые уже введены, то есть это и прохождение оплаты, и использование подвижного состава, про переброска и так далее и тому подобное. То есть, знаете, генерал Адам в свое время сказал, что войну выигрывает экономика. И да, уже практически 40% войск противника, которые вторглись в Украину, или разгромлены, или потеряли свою боеспособность на сегодняшний момент. Сергей, вот вы сказали ранее, что войну выигрывает экономика, бесспорно, но политика тоже играет какую-то роль. Вот с вашей точки зрения, хотелось бы услышать вашу оценку переговоров, которые сейчас практически уже каждый день идут между Украиной и Россией. Вы знаете, переговоры, они носят такой более тактический характер, и это видно по тому, кто присутствует на этих переговорах. Естественно, политические решения там приниматься не будут, но мы даже видим уже изменение риторики этих переговоров. То есть, если раньше, на первом-втором раунде этих переговоров мы говорили о том, что российская оппозиция неизменна, она жесткая, она требует А, Б, Ц, то на сегодняшний день такая ситуация уже поменялась, и по заявлениям представителей украинской власти Россия переходит к более мягкой риторике. Есть ли сейчас, в принципе, то, что Россия могла бы, скажу так, продать своим гражданам, как победу в Украине на данный момент? Ну, на данный момент они могут сейчас продать только одну вещь, это выход к остью, так сказать, Северокрымского канала. Но нужно понимать, что сам канал, он не работоспособен, потому что он практически за 8 лет пришел в абсолютную негодность, и несмотря на то, что была демонстративно взорвана перемычка Северокрымского канала, воды в Крыму от этого больше не стало. Но при известном искусстве, а искусство пропаганды сильной стороной российской власти, они могут это преподнести как выдающуюся победу. Абсолютно мы понимаем, что основной целью россиян является Киев. Они будут пытаться сосредоточить по максимуму свои войска, свою вооружение и боевую технику именно на этом направлении. И в принципе мы уже видим ситуацию, буквально ночью шли отчаянные перестрелки именно на северо-западном и западном направлении от Киева. Противник также будет пытаться продвигаться с восточной стороны, но уже сегодня видно, что основную свою цель окружить Киев, а взять город можно только, если его окружить, они не достигнут. У них не хватает сил и средств. Кстати, под Николаевым мы видели такое переломное событие, когда противник продвинулся в сторону Вознесенска, но потом контрударом украинской армии был отогнан, что значительно облегчило ситуацию на одесском направлении. Говорить о морском десанте можно, но нужно понимать, что без сухопутного компонента высадка любого десанта обречена на гибель. Поэтому враг отчаянно пытается сделать что-то, враг отчаянно пытается переломить ситуацию, но уже слишком-слишком поздно. Вчера в Киев прибыл в составе делегации вице-премьер Польши Ярослав Кочинский, и он предложил такую мысль, что НАТО должно отправить в Украину миротворческую миссию. Вот насколько это могло быть реально, могла бы быть такая миссия выслана НАТО, и на что бы это могло повлиять? В горячей фазе конфликта никто никогда не отправит миротворцев, потому что это противоречит понятиям миротворческих операций в самом начале. Но такие заявления звучат, то есть и важно другое. Важно то, что Европа в лице устами Польши, устами балтийских стран, она подтверждает, что Украина является частью Европы, и Украина присоединится к семье европейских народов, и может рассчитывать со временем на поддержку, реальную поддержку НАТО. Дякую вам великую за эту размову. Сергей Грабский, войсковой аналиток, полковник запаса, был с нами на совезе.